так и последняя задача из первой части перед серьезными номерами нужно найти точку максимума функции у равно 8 натуральных логарифмов x плюс 7 минус 8x и плюс 3 нам нужно найти точку максимума и сначала не совсем понятно что делать ну у нас здесь какие-то l n x целых три неизвестных но это номер на ту же тему что и 7 номер на производные то есть что когда у нас требуют найти либо максимум либо минимум функции нам нужно взять производную так и сделаем я запишу производную вот этой строки получается что такое производные от натурального логарифма x это 1 поделить на x а здесь у нас x плюс 7 у нас необычный аргумент натурального логарифма но попробуем записать по таким же условиям получается 8 поделить на x плюс 7 минус производная от 8x это просто 8 и и плюс тройка производная от тройки это ничего и нам нужно найти максимум поэтому мы приравниваем к нулю и пытаемся найти x найден x уже и будет ответом к этому номеру ну что ж перенесем 8 направо и домножим все на знаменатель у нас получается 8 равно перекидываю восьмерка и умножая сразу на знаменатель получается 8x плюс 56 и я прям здесь сразу поделю на 8 получается 1 равно x плюс 7 отсюда x равен минус 6 все задача решена мы можем переходить ко второй части здесь нам предстоит тригонометрическое уравнение ну пункта пока сделаем присты тригонометрическое уравнение что-то мы видим синус кубикс косинус 2x синус x хочу приходит в голову ну так сразу сложно наверное сказать вообще можно либо погруппировать может быть даже ну хотя два метод вспомогательного аргумента наверно нет потому что обычно это приходит было вот когда 2 синус 2 слагаем умеет что уголь то аргументы ты загнул это давай из пушки по воробьям стрелять тут кажется зале синус синус косинус нам бы все под одну переменную вот это вот у нас какой там вариант формулы возьмем и разложить получается ну синусами конечно ну да единица минус 2 синус квадрат x плюс синус x равно корень из двух я думаю лень двигатель прогресса проще писать одну букву чем 4 поэтому ведем переменную т сделаем замену мы сделаем замену но аккуратно перепишем возьми я конечно как-то куб напрягает потому что с кубом то мы не особо умеем работать то есть это не квадратное уравнение которое мы всегда сто процентов доведем вот как кстати страх был на экзамене когда видишь куб и понимаешь учет здесь там может нехорошо не попадалось но на пробниках когда видишь куб там уже вот посложнее да нам приходят всякие страшные вещи ну потому что и вот он раскладывается либо будет очень сложно что-то придумать но мы видим что все за нас уже подумали корень из двух корень из двух сократился 2t куб с т квадрат плюс т равно нулю т за скобку а теперь как у нас звучит фраза произведение равно нулю продолжу это так говорят в общеобразовательной школе а какой нужно еще пометочку сказать да и все остальные не терять смысла да что произведение умер 0 если хотя бы один сможете равен нулю либо с учетом у дозе или остальные не теряют смысл какой нибудь ну-ка пример что типа на корень из единицы минус x равно нулю да вот если мы здесь скажем x равно 3 будет неверно потому что она не подходит по дозе поэтому вообще говорить вот эту фразу что произведение равно нулю хотя в один из множеств равен нулю почему-то нередко как бы в школах ну не у всех конечно но вот так вот произносит и знаешь еще на вступительных на устном экзамене в советском союзе любили физман школа задавать вот этот вопрос и человеку а вот неправильно так ну ладно квадратная скобка в данном контексте чё она значит до логической или так ну каждый из них равно нулю т равно нулю так значит у нас здесь будет синус x равно нулю мы разберись пока с ним а я разберусь с квадратным уравнением хорошую карате сложно так что-то я опрометчиво так сказал надо было тебе дать квадратное уравнение а саму синусы взять нулю ну да ладно чё у нас здесь будет 8 минус 8 равно нулю к прелесть на самом деле здесь можно увидеть бы да что у нас полный квадрат здесь выделяется что можно сказать это как корень из двух т в квадрате минус 2 на корень из двух т плюс 1 равно нулю ну знаешь как-то с корнями сразу полный квадрат не увиделся ну да и ладно ничего страшного поняли что дискриминант равен нулю и тогда ты не 1 2 просто ты минус b то есть два корня из двух плюс минус корень из дискриминанта у нас нету нулевое делим на 2 на 4 корень из двух пополам смотри получается как-то все хорошо знаешь если здесь получилось корень из 2 на 3 конечно вполне возможно да возможно что какой-то арксинус получается еще что-то но все-таки вероятность мало и надо перерешать если получилось что-то гадко здесь корень из двух пополам прямо прекрасно она есть вот нужно быть бдительным если у нас к примеру какой-нибудь синус x получилось бы равно пина ты чё про это сказать надо а это великая задача ну нам надо помнить что когда мы вводим замену t мы помним что ты принадлежит от минус единицы до единицы так как это синус ограниченная функция и поэтому вот здесь вот нет решения потому что пи это чуть больше там люди сделаем что это больше чем три на три да что там 314 даже напишем и так до усиление неравенства еще такой красивый напишем и усиление неравенства это больше конечно про девятнадцатую задачу так ну ладно чем здесь получается корень из двух пополам 1.2 . то есть x равно пина 4 плюс 2 пен и x равно 3 пи на 4 плюс 2 пика где н и к принадлежат z обращаю твое внимание в этом году за это не снималось но вообще правило хорошего то написать разные буквы чтобы подчеркнуть независимость этих серий поэтому всегда рекомендую их описать независимо то есть различные буквы ну собственно переходим к пункту b можно кстати проверить корни также как и спятым номером поднять их в пример и убедиться что действительно все подходит когда получились правильные корни можно например взять и на 4 3 и на 4 поставить и должно получиться вот например корень из двух хорошее замечание ну знаешь она все-таки мне кажется несколько спорным процесс подстановки тяжелый еще здесь удвоение куб возводить то есть по мне лучше заново перерешать через какое-то время тяжело подставлять так грузным на плюс еще но еще смотри здесь велика опасность что мы ошибемся не только в нахождении корня какой-то из корней потеряем то есть еще так как корней много то что мы нашли она работает это еще не факт может мы еще чет не нашли поэтому тут такой спорный вопрос но в принципе да почему нет тоже как как один из способов проверки особенно когда вроде все сделал и остается время то чего не поупражняться или других способов сразу не видно давай несколькими здесь пен два пика главное не запутаться где два пика где пика потому что за это сразу по нулям ну да и потом когда выходишь с экзаменом постоянно вот какие-то нервы и всегда кажется что чтобы вот забыл что-то не написал поэтому очень важно прямо акцентируй свое внимание что ты пишешь и пытаться всегда до мелочей проверять свой результат но вот даже промежуточный какой совет узнаешь мне кажется что здесь наверно как на войне инстинкт начинает работать то есть если ты много примеров нарешал то уже ты в автопилоте ну-ка чем больше примеров решено конечно вот тем больше опыта на что обращать нужно внимание и возможно вот появляется какой-то чутье на ошибки то есть всегда понятно откуда ждать удар чуть его на удар до ночи поехали на перегонки не будем потому что ты как это молодой лев он быстрее чем сейчас будет длинный что я вряд ли быстрее решу а кстати вопрос вот напомню когда отбираем отрезком на что важно посмотреть с точки зрения критериев ну конечно это в первую очередь посмотреть какие корни вылетаются отрезок то есть если будет какой-то ненужный корень конечно права ну важный момент я вот акцентирую внимание что когда мы осуществляем перебор мы должны прииллюстрировать сплошноту этого перебора мы должны показать хотя бы одну точку вылетающие из отрезка слева и хотя бы одну точку вылетающий из отрезка справа поэтому вот но поехали так ладно на это когда поговорю вот я здесь делаю x равно пи n ну поехали n равно минус 4 x равно минус 4 пи мимо n равно минус 3 x равно тогда минус 3 пи попали вот важный момент вводи в кружочек чтобы потом когда будем собирать правильный ответ надо же записать ответ двоеточие те которые подходят так n равно минус 2 получается тогда x равно минус 2 пи с краю но попали да вот здесь может показаться что n равно минус 1 писать не надо ну типа и так очевидно нет надо иначе по критериям не проиллюстрирована сплошнота перебора обидно получить 0 когда за номер когда полностью понимаешь как его делать x равно минус пи мимо то есть вот эта серия дала нам 2 ответа окей посмотрим вторую серию x равно пи на 4 плюс 2 пика ну давай опять же возьмем к равно минус 2 тогда x равно что такое пи на 4 минус 4 пи ну то есть 1 4 минус 4 что это вот минус 3 целых три четвертых минус 3 целых три четвертых пи и три четвертых больше чем 1 2 вылетели за предел к равно минус 1 вот смотри кстати можно вот к этой уже двоечку прибавлять будет минус 1 целых три четвертых пи что мы скажем минус 1 целых три четвертых пи здесь не попали то есть вот эта серия решений нам не дала абсолютно нормальная ситуация что в целом должно быть какой-то какой-то ответ если ответ решения нет учет пошло не так потому что это в критерии тогда не ляжет соответственно должен быть ответ в итоге какие-то значения но если какая-то серия не дает абсолютно нормальным и у этой нету это есть ну так сложилось x равно 3 пи на 4 плюс 2 пи отмечу что сейчас по критериям можно писать везде одну букву но это такое все-таки допущение такая определенная уступка перед ну в пользу ученика перед вот такой все-таки математической строгостью поэтому что будет впредь нельзя сказать на сто процентов поэтому вот я очень рекомендую разные буквы сохранить что все-таки ну и это более математически грамотная так 3 пи на 4 значит что мы сделаем x равно здесь придется брать минус 3 тогда вернее м равно минус 3 а а x тогда равно минус 6 что это будет минус 5 целых 1 4 пи мимо м равно минус 1 целая 1 4 пи мимо так ну собственно все вот мы получили три точки получается минус 2 пи . запятой минус 3 пи минус 3 целая 1 4 пи вот так что вот дело сделано вы кстати аккуратен вот критерии в плане вычислений узнаешь что же такая ситуация что если вот здесь ты посчитал неправильно и этот корень все равно биты то есть он не подходит и посчитал неправильно и даже неправильно посчитал не подходит все равно 0 и вот здесь вычислительная ошибка тут когда пункт однобальный не может быть никакой вариативности либо 0 либо 1 ну вот мы получили соответственно ответ так что там у нас неравенством да у нас неравенство им подачу получается здесь расписываю примерно как это происходит то есть мы заключаем нашу серию между нашими ограничениями то есть минус 3,5 пи и минус 2 пи вот делаю некоторые действия чтобы привести вот к такому виду где у нас получается просто н заключенные между двумя какими-то числами и отсюда уже не трудно будет понабрать каких-то корней ну то есть целых чисел попадающих в данный отрезок да ну и также можно проделать с несколькими сериями чтобы здесь вот или здесь вот получить какие-то ответы или не получить или не получить да ну кстати вот все сходится минус 3 минус 2 да и вот там получается какое-то число но знаешь на самом деле вот это к тому что я всегда рекомендую решать через отрезок вот через отрезок это фактически сводится к сложению дробей а здесь все-таки к решению неравенства и кажется что все-таки здесь для как второй способ для проверки допустим можно но мне кажется что все таки основа отрезок как-то нам привычный тресок так решить гораздо проще и быстрее то есть первые раза можно решить попросить вот так вот а потом если как раз не уверен и боишься что ты выйдешь с экзамена и будешь думать о том что что ты написал неправильно и так далее ты можешь решить двумя способами и если ты получишь один и тот же ответ можно убедиться в том что ты делал правильно потому что намерение чтобы так успевать решать двумя способами как мы там говорим что тетрадь должна дымиться когда ты делаешь преобразование то есть вот согласись по-хорошему что вот ну действительно писать егэ такого номера плана 13 просто должен скорость решения ограничена скоростью написания то есть тогда нужно стараться прийти к тому что когда видишь пример уже примерно сразу понимаешь как надо построить решение чтобы время в основном уходила на то чтобы расписать и оформить все как нужно ну чёшь переходим к стереометрии ну чё и Продолжение следует...